Мама, папа, Эдуард. Идеальная семья. Была. Его взяли из Иркутского дома малютки, приемные родители привезли в Барнаул. Он прожил с ними пять лет, но, вероятно, не оправдал надежд. Мальчик вновь оказался сиротой. Сейчас ему 12, и он догадывается, почему от него отказались. Потому что я плохо учился. То есть ты сам виноват, что опять оказался в детском доме? Практически. Ну, а сейчас ты об этом жалеешь? Нет. Почему? Потому что мне здесь лучше. Он, конечно, лукавит, сдерживает эмоции, стесняется признаться, что любит приемных маму и папу. Они сказали, что расстаться придется лишь на время. Пообещали вернуться. Эдуард ждет. Уже несколько лет. Он ждет, да. Он считает их своей семьей, ждет их. Ну, это его мечта? Или она может осуществиться? Ну, я думаю, скорее всего, когда он станет взрослым, достигнет совершеннолетия. Я думаю, что это может и быть. То есть сейчас мы не можем? Нет. Однажды мальчик попытался найти свою родную мать, которая оставила его сразу после рождения. В приемной семье помогли добыть номер ее телефона, и он позвонил. Я ей один раз звонил, и то, когда был в приемной семье. Так, а как ваш разговор состоялся? Она удивилась? Нет. Ей без разницы, она на работе была. А это Николай Вальков, 80-летний житель Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Похоронил жену, но надеялся, что еще сумеет построить личную жизнь. Женщину своей мечты тогда не встретил. Одному в большом доме было тяжело, он его продал и переехал в семью дочери. Помогал, как мог, но со временем понял, что мешает им. Ну и психанул, думаю, нет, ну-ка напим. Да что, я не проживу, что ли? Да я всегда проживу. И так и сделал правильно. Здрасте. Здрасте. Николай Михайлович. Крепкое мужское рукопожатие и долгие разговоры о жизни. У Николая Михайловича пять внуков, а правнуков сбился со счету. К деду они не приезжают, кому похвастаться своими спортивными достижениями, с кем сыграть партейку в ДАЦ. Теперь есть Эдуард, который, к сожалению, тоже не сможет часто навещать. Но дата их ближайшей встречи уже назначена. 28 декабря в детском доме новогодний утренник. Деда Коля в числе приглашенных. А как добираться-то, я не знаю. Довезут вас? Довезут? Ну почему не пообщаться-то? Общение – это хорошее дело. Елка почти полностью наряжена. Эдуард очень любит Новый год, но сейчас вместо мамы – воспитатель. Приемные родители, если получится, обещали приехать на следующей неделе. Но домой мальчика не заберут. В той семье уже трое своих – родных сыновей. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.